Счастье в кубометрах в отдаленные села Самарской области проводят газ. Мне больше интересуют голландские метеоромоты. Дары, которые преподнесло лето. Самарские художники рассуждают, чем запомнилось уходящее время года. Максимально я за день проезжал 128 километров, а минимально 45. Было бы желание. 68-летний самарец проехал пол Европы на велосипеде. Сразу три автомашины получили механическое повреждение в Тольятти. Причиной аварии стала 23-летняя женщина-водитель Форд Фокуса. В среду около 4 часов утра на улице Держинского она наехала на две машины, припаркованные на обочине дороги. К счастью, водителей в них не было. Позже выяснилось, что автолюбительница, выезжая из двора, столкнулась также с Ладой Калины. Полицейские заподозрили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии опьянения. Был составлен протокол по 12.26. Это отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Стаж вождения автоледи составляет около трех лет. За этот период она умудрилась 9 раз нарушить правила дорожного движения, за что была привлечена к административной ответственности. И последний раз в 2012 году она привлекалась к административной ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. В Самару с рабочим визитом прибыл Сергей Шойгу. Министр обороны наблюдал за крупномасштабными учениями миротворцев на полигоне Рощинский. Там отрабатывались различные эпизоды вывода мирного населения из зон боевых действий. Было предусмотрено сразу несколько легенд вооруженного противостояния, при котором страдают простые люди. Сергей Шойгу остался доволен результатом учений. Далее министр обороны встретился с Николаем Меркушкиным. Он познакомился с работой Самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Посетил цеха окончательной сборки и испытаний космических аппаратов и ракетоносителей, а также участок сборки самолета «Рысачок». Сергей Шойгу говорил о возможности производства регионального пассажирского самолета Ил-114. Напомню, Владимир Путин в ходе визита в Самару поручил министру промышленности России Денису Мантурову совместно с Авиакором проработать этот вопрос. Сейчас на заводе трудятся представители Минобороны, Министерства промышленности и Минтранса, которые рассматривают этот проект в деталях. Тема социальной защиты пожилых стала главной на Госсовете, который прошел накануне в Воронеже. Президент России Владимир Путин определил ряд приоритетных направлений. Это поддержка пожилых людей, предоставление им рабочих мест, повышение финансовой грамотности населения и развитие сферы соцобслуживания. На заседании также принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Отмечу, что для нашего региона, где четверть населения составляют граждане с пенсионного возраста, вопрос их поддержки весьма актуален. Положительный опыт губерния в этом направлении отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. За 2013 год широкое распространение получили такие методы медицинского обслуживания, как активный патронаж медицинскими работниками на дому и развитие системы стационаров на дому. Один из таких стационаров был показан в Воронежской области. Хотелось бы отметить особое движение в этом направлении в Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Волгоградской областях, Кабардино-Балкарии и Чувашской республике. Очень актуальная тема, в принципе, любые формы оказания помощи, внимания пожилым людям, которым тяжело, которые оказались в одиночестве. Появляются семьи, которые берут их к себе, ухаживают за ними, помогают им, в общем, живут в этих семьях. И эта форма, она родилась вообще в Самарской области. В качестве примера можно привести акцию информационной технологии для каждого жителя области. В губернии начал работать проект, призванный бороться с интернет-безграмотностью. Конечно, это касается пожилых людей. Сегодня свыше 150 государственных услуг можно получить при помощи интернета. Но зачастую люди пенсионного возраста просто не умеют им пользоваться. Специалисты готовы интенсивно обучать население. Определенные работы в этой области уже ведутся. В центрах социальной поддержки есть компьютерные курсы для пенсионеров, а малоимущим и инвалидам предоставляются на прокат ноутбуки. В течение акции горожан будут информировать о государственных услугах в социальной сфере и способах их получения в электронном виде. Сейчас у нас эта акция промышленный район, Куйбышский район города Самары. Есть примеры, когда в сельских районах мы такие акции проводили. Мы стараемся каждый год разнообразить географию и постараться охватить как можно больше территорий. Голубое топливо доходит до самых отдаленных деревень региона. В Самарской области завершено строительство 34 газопроводов в различных районах губернии. В настоящий момент продолжается возведение еще 57. Жители глубинки десятилетиями ждали, когда им проведут газ и дождались. Сельские дома со всеми благами цивилизации в Красноярском районе посетила наш корреспондент Ирина Андреева. Это сюда вот дрова кидались, там поддувало, зол выгребали. Вот это труба, дымоход там на улице. Теперь Александр может показывать печку как раритет своим внукам. 27 лет она обогревала его дом, за дровами ходили в соседний лес, несмотря на любые морозы. Труд, конечно, тяжелый, но другого выхода не было. Нет дров, нет тепла. Болежнику много в лесу, сухостой. Вот это весь подбирали, убирали. Все готовили руками. Ну, бензопилы, бензопила, руки, горб, спина. Все это в деле было. Но сейчас, я думаю, будет получше, полегче на старостилетном. Сейчас пенсионер сможет ходить в лес только на прогулку. Больше не нужно искать ветки и дрова. В его родной поселок Яблоневый провели природный газ. Одним из первых подключили дом Александра. Ну, так нормально, как будем жить, как все цивильные люди. Блага цивилизаций дошли и до села Тростянка. Более 19 лет сельчане ждали этого события, газификации их улицы. Все остальное село уже подключено. Любовь Уразова вспоминает, раньше любой дождь был для нее катастрофой. Была такая сырость, плесень, черные стены у нас были. Это не секрет. И когда спустя месяц, как было подключено наше газопрежение, у нас, мы смотрим, начала исчезать вот эта сырость. В доме теперь стало тепло и уютно, и, что самое главное, появление голубого топлива позволило значительно сэкономить бюджет семьи пенсионеров. Ранее они использовали электрический обогреватель и получали огромные счета. У нас оплата 4,5 тысяч мы оплачивали за отопление в зимний период, ну, в отопительный период. То вот в этом году, вот в феврале у нас где-то около, ну, полторы тысячи, наверное, полторы тысячи шестьсот вот так обошлось. Потом все меньше и меньше уже здесь, конечно. А сейчас 200-300 рублей по сравнению с тем, что мы и кушать готовили, и отапливались. Спасибо губернатору тогда за то, что вот так отреагировали на все наши просьбы. Моментально, как говорится. Газификация села Тростянка буквально вдохнула новую жизнь в деревню. Деревни, как говорили, не перспективные, но когда привели сюда газ, люди уже здесь будут оставаться. И, соответственно, у нас сейчас пошла тенденция, мы покупаем земли здесь селит Тростянка, то есть деревни будут развиваться. Всего с начала этого года в Самарской области возведено 34 газопровода в 12 районах региона. И строительство новых газовых магистралей активно продолжается. Голубое топливо обогреет дома жителей в трех городах и 10 муниципальных районах губернии. Общая протяженность газопроводов составит 386 километров. Ирина Андреева, Григорий Плешаков, СТВ. И вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Максимально я за день проезжал 128 километров, а минимально 45. Было бы желание. 68-летний самарец проехал пол Европы на велосипеде. Разобраться и решить проблемы. Глава города Дмитрий Азаров провел выездное совещание в Куйбышевском районе. В центре внимания проблемы, которые люди сами обозначили на встрече с мэром. Подробности в нашем материале. Первый объект средняя школа под номером 21 в Куйбышевском районе Самары, где сейчас ведется ремонт в здании, был затоплен подвал. Причины случившегося пока выясняются. Возможно, это произошло из-за сбоя работ канализационного коллектора. Дмитрий Азаров коммунальщикам дал 10 дней на окончание обследования системы, по результатам которого должна быть устранена неполадка. Есть проблемы и на прилегающей к школе территории. Два года назад там установили современную спортивную площадку. Но асфальтовые дорожки так и не были обновлены. Дмитрий Азаров поручил ситуацию исправить к началу учебного года. Сейчас подведем итоги на совещание в администрации района. Будут даны поручения как управляющим компаниям, как сотрудникам полиции, так, конечно же, и администрации района. Ряд вопросов нужно, чтобы помогли департаменты администрации города. Я уверен, что за месяц с большинством вопросов, которые жители обозначили, мы справимся. Мэр пообщался с жильцами домов по переулку Новомолодежной. Там у людей накопился целый ряд вопросов. Они касаются самовольно установленных гаражей и поддержания должного санитарного состояния вокруг коммерческих объектов. Отдельная тема – распространение наркотиков, которое, по словам людей, ведется буквально под их окнами. Дмитрий Азаров обратился к полиции, которая возьмет адреса под особый контроль. А вот жители дома номер 6 по переулку Новомолодежной попросили помочь с ремонтом электросетей в подъезде. Сосед пришел, я говорю, не лази в ресторанде. Вызвала аварийку, аварийка. Ой, посту, знаете, что нужно неправильно подсоединять? Не нужно сединить. Я говорю, мы горели дважды, дважды. Пожар прям... Хорошо? Так, сейчас надо быстро делать. На это приступили. Разбираются со схемой. Спасибо вам большое. Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам решить все проблемы жильцов Куйбышевского района Самары, причем в кратчайшие сроки. Глава города говорил и о благоустройстве и ремонте дорог в районе. Например, скоро стартует ремонт путепровода, соединяющего поселок Кряж и Сухую Самарку. В ближайшие дни будет определен подрядчик, и в середине августа он приступит к работе. Александр Семенов, СТВ. Коммунальная нерасторопность. Жители многоэтажки по улице Ташкентской, 220, возмущены тем, как проходит ремонт в их дворе. Точнее, работы остановились, едва успев начаться. В итоге куча старого бетона и асфальта лежат едва ли не на проезжей части. А люди рискуют получить травму прямо на входах в собственные подъезды. Илья Егоров подробнее. Улица Ташкентская, 220. Ремонт отмосток вокруг девятиэтажки стартовал больше двух недель назад, рассказывают жильцы. Буквально за один день старый бетон был вскрыт. Кроме того, работники убрали и асфальт напротив каждого крыльца. С тех пор попасть в подъезды или выйти из них для жильцов, особенно пожилых, стало настоящей проблемой. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению. Все. 78 лет, 79 год. Очень трудно, потому что я выхожу. Раньше выходил, хоть, ну, треснутый был асфальт, значит, все на ран. Где-то яма, я уже знал, где яма. А сейчас посмотрите. А сейчас сотни жителей ежедневно вынуждены преодолевать коммунальную полосу препятствий. По их словам, никаких работ больше вообще не проводилось. Люди не спорят. Ремонт – дело полезное и нужное. Однако планировать его нужно грамотно, а выполнять – качественно и оперативно, без подобных проволочек. Вечно я не знаю, кто эти работы начал, по чьей команде это все взрыли, вскопали, взломали, и ничего не делается дальше. Вопрос просто. Кто вот эти работы заказал, и к ним просьба, и пожелание закончить как можно быстрее. Илья Егоров, Николай Гепифанов, СТВ. В воскресенье 10 августа в Красноярском районе около села Старый Буян пройдет четвертый военно-исторический фестиваль «Ратное дело». Кроме участников из России, организаторы фестиваля пригласили коллег-реконструкторов из-за рубежа. Что же ожидает зритель «Ратного дела», расскажет Оксана Банина. В этом году темой фестиваля «Ратное дело» стал 13-й век, время ледового побоища, монгольского нашествия на Русь, время крестовых походов. Участники фестиваля – клубы реконструкторов из различных городов России, а также гости из Израиля и Украины. Обещал приехать и японец, влюбленный в русскую историю, и самостоятельно выучивший язык. Наш фестиваль, он очень патриотичный, очень, да, с любовью к нашей родине, в первую очередь, с любовью к Руси, к России, но мы стараемся, чтобы эту любовь мы могли делить и на всех окружающих. Несмотря ни на какую политику, несмотря ни на какие сложности, мы стараемся русскую культуру распространять и нести дальше. Посетители «Ратного дела» смогут увидеть и поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу, изготовлению стеклянных бус, увидеть кузнечное ремесло, будет работать и ярмарка изделий. Пройдут турнирные поединки на копьях и рогатинах, а также состязания всадников. Областные власти в этом году увеличили финансирование фестиваля. Так обычно выделялось 700 тысяч из областного бюджета, в этом году выделено 800. Потому что, ну, видишь, что фестиваль развивается, вкладываются туда человеческие ресурсы, увеличивается количество зрителей. И, конечно, это все стоит денег, и без этого никуда не денешься. Поэтому было принято решение увеличить финансирование, насколько позволял бюджет. Вход на фестиваль по-прежнему бесплатный. От Барбошиной поляны с 9 до 10 утра будут ходить автобусы. Оксана Банина, Николай Сидоров, СТВ. В их власти остановить стрелки часов летнего времени и дать возможность насладиться подарками волшебного сезона. Местные художники представили публику выставку «Дары лета». Чем запомнился уходящий сезон самарским мастерам в нашем следующем материале. 40 вариантов, чем же одарило «Лето 2014 года». Мнения самарских художников во многом схожи. Это и красивые цветы, и созревшие плоды, и грибное изобилие. Но техника исполнения натюрмортов самая разная. Владимир Ясинский на экспозицию представил всего одну работу – праздник, который заметно выделяется из всех. Художник уже много лет пишет в стиле наив, то есть его картины словно нарисованы ребенком. Такую манеру зрители не всегда воспринимают за искусство. Это «Случайный зритель» называется. Обычно на серьезном выставке идут подготовленные зрители. А это случайные. И ориентироваться на их вкус я не хочу. Их мнение мне мало интересует. На выставке есть работы и начинающих художников, для которых эта экспозиция – настоящий дебют. Меня больше интересуют голландские натюрморты, цветы. Вот нарисовал букет такой, типа, наполовину реалистичный, наполовину фантазийный. Выставка «Дары лета» предназначена для всех возрастов. И продлится она до 30 августа. Патерина Галантаевская, Олег Павлов, СТВ. Из Парижа в Смоленск на велосипеде. 68-летний самарец Олег Кирьянов проехал пол Европы в одиночку. Путешествие по странам Старого Света и возвращение на родину у пенсионера заняло 49 дней. Историю об увлекательном велопробеге узнала Анастасия Самшурина. До того, как начать путешествовать по миру на велосипеде, Олег Петрович Кирьянов несколько раз катался на мотоцикле, автомобиле и байдарке. Но последние 10 лет предпочитает поездки только на своем верном двухколесном коне. Не, он не легендарный обычный горный велосипед. Появился в Самаре, он, наверное, один из первых. Потому что в 98-м году еще у нас не было такого широкого увлечения велосипедами. Во время своего последнего путешествия проехал более 3,5 тысяч километров. Со средней скоростью 50 км в час Олег Петрович проехал в Францию, Брюссель, Голландию, Данию, Швецию, Финляндию и приехал в Смоленск. Такую географию поездки не каждый сможет осилить. Не курю, не пью, все время занимаюсь, зимой и летом езжу на велосипеде. Максимально я за день проезжал 128 километров, а минимально 45. 45 – это первый день. Было очень сильный дождь, лил прямо с утра и до, пока я не остановился. Капризы погоды, незнание иностранного языка и отсутствие точного маршрута. Все это не составило проблемы для активного пенсионера. Ну, в основном, конечно, такие школьные программы, там, thank you, там, very much, все по-английски, там, какие-то фразы знаешь, конечно. Ну, народ очень такой общительный, везде буквально, как только скажу, что из России, вообще старались помочь во всем. На достигнутом Олег Петрович останавливаться не собирается, а планирует накопить денег и снова отправиться в велотур. Анастасия Шамшурна, Эдуард Растегаев, СТВ. Далее смотрите еще один сюжет, новости спорта и прогноз погоды. В завершении выпуска напоминаю сайт георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости Перми в социальных сетях, группах СКАД и СТВ Самара. И заходите на сайт телерадио компании СКАД. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Удачи в делах. Спасибо, что были с нами. Открывая двери инвестиционной компании «Элит Инвест», Светлана даже представить себе не могла, что через два месяца будет открывать дверь своей новой квартиры. Клиентка инвестиционной компании приняла участие в розыгрыше и выиграла квартиру. Сейчас я, конечно, очень рада. Для нас это так необычно. Мне кажется, у меня такое волнение было, когда я лежала в роддоме. Так для меня необычно, потому что так нам никогда в жизни не везло. Большое спасибо компании, что вы есть, что вы так людей умеете радовать. Инвестиционная компания «Элит Инвест» управляет средствами клиентов. Проще говоря, заставляет их капитал работать и приносить прибыль. Клиенты получают 24% годовых от общей суммы с ежемесячными выплатами 2%. К тому же можно составить договор финансирования, в рамках которого человек приносит кредит, взятый в любом банке, и ему возвращают 25% от него. А «Элит Инвест» досрочно гасит кредит и проценты по нему. Принцип работы компании такой – чем больше оборотных средств, тем выше прибыль. Инвестиционная компания продолжит радовать своих клиентов. Уже состоялся розыгрыш машины и квартиры, и впереди еще много сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова